Вангую, что вы перешли на это видео из-за заставки, позже вам все поясню. Всем привет, с вами я Алиса. В сегодняшнем видео по многочисленным просьбам я хочу познакомить вас с моей коллекцией комиконовских кукол, Монстр Хай и Эвер Афтер. И да, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк под этим видео, а также нажать на колокольчик, чтобы первыми получать новинки моего канала. Данное видео сделано не с целью Виппендрожа, а для того, чтобы поделиться с вами частичкой из моей жизни. Основная часть комиконов, как вы видите, у меня находится в коробках. Их я держу на отдельном столике. Это моя драгоценность всей коллекции кукол в целом. Кстати, кто не видел обзор на мою коллекцию кукол Монстр Хай, посмотрите. В скором времени я обязательно пересниму это видео, а также добавлю коллекцию Эвер Афтер. Ну что ж, давайте начинать рассматривать кукол. И первая кукла это одна из топовых монстряшек, базовая черно-белая Фрэнки Штейн. Это первый эксклюзивный выпуск Монстр Хай для выставки Комикон. Отличается она тем, что черно-белая. Можно даже сказать черно-бело-серебряная. Тираж 5000 на весь мир. Глаза, одежда, кожа, питомец, все выполнено в оттенках серого. Несмотря на то, что скинтон обычной Фрэнки светло-зеленый. Или же мятный. В общем, шикарная коробка и кукла. Настоящий эксклюзив. Хоть Фрэнки очень похожа на свой первый выпуск, она все равно супер уникальна. Ее стартовая цена была 30 долларов. Однако теперь Фрэнки можно приобрести по цене 500-600 зеленых. На втором Комиконе была представлена Гулия Дэдфаст. Или же Умри быстро, ну или Быстрая смерть. В нашем топе самых дорогих кукол Монстр Хай она занимает первое место. Одежда Гулии выполнена по мотивам одного из героев комикса по имени Дэдфаст. По книге Гулия очень любила этот комикс и постоянно рассказывала друзьям о его похождениях. В итоге Маттел заключил выгодную сделку создательством этого супергероя и было решено выпустить подобную куклу. А сама монстряшка получилась очень красивой. Гулии идут прямые волосы, а сапоги супер прекрасные. Однажды у нас произошла интересная история с этой куколкой. Вынув куклу из коробки, не этот экземпляр, а другой, оказалось, что у нее две одинаковые левых ноги. Вот это сюрприз! Из-за этого брака кукла стала вдвойне эксклюзивней, так как мы сомневаемся, что на весь мир есть еще такая Гулия Дэдфаст с одинаковыми ногами. Третий набор со Скарей Скримс и Худот Вуду. Насколько я знаю, многих пугает лицо Скары. Но ведь согласитесь, если бы вместо Скары была бы кукла с обычными зрачками, все бы говорили, и это Комикон! Скара хоть и лаконично одета, но со вкусом. Модный топ и классная кожаная юбка. Худот Вуду – настоящая набивная игрушка, которая не имеет фиксированной артикуляции. Да уж, такую вещицу хотелось бы подержать в руках. Но мама мне сказала, нахрен тебе! Четвертый комиконовский эксклюзив этого Борелла или же Вайдона Спайдер, которая так же, как и Гулия Йелпс, вошла в серию Пауэр Гулф. Паучиха имеет черный скинтон и шесть рук. В набор к ней прилагается маленький питомец, если, конечно, можно так назвать муху, да еще и с бантиком. А так же в наборе есть дополнительный умопомрачительный наряд. Прибытие этой куклы в мою коллекцию я помню особенно. Это была первая распаковка посылки из Америки. Видео сняли, смонтировали, но и на канал так и не выложили. Возможно, это недоразуменится, я скоро исправлю. Ну так вот, Бореллу я очень сильно ждала. А так как я вполне эмоциональный человек, то я просто взяла и заплакала от счастья. Следующий набор с Мэнни Тауэром и Айрис Клопс. Скажу вам по секрету, что первые люди в России, кто держал этих куколок, это... Мои бабушки. Да-да, вы не ослышались, мои бабушки. Я общалась с ними по скайпу, а они держали кукол и показывали мне их. И знаете, я просто жутко им завидовала, ну, белой завистью. И у меня просто слюньки чуть ли не текли. Одноглазая красавица Айрис некоторых пугает, но не меня точно. Рядом с таким надежным качком Айрис кажется маленькой девчонкой. Но она явно в надежных руках. Только посмотрите на Мэнни Тауэра. Гигантская кукла, два рога. Того и гляди, забодает кого хочешь. А на очереди комиконовский сет злодеев Киеран Валентин и Джинни Висп Грант. Этот набор, пожалуй, самый долгожданный из всех вышеперечисленных. Во-первых, потому что наконец-то выпустили Киерана Валентина. Мы давно смотрели мультфильм «От чего монстры влюбляются», где Киеран играет одну из главных ролей. И постоянно говорили, ну когда же выпустят этого персонажа. Ведь такому красавчику давно пора быть на Камиконе. И вот свершилось. Висп – это тоже давняя хотелка, но не такая, как Киеран Валентин. Ведь злых персонажей любят всегда и везде. Но если, конечно, вы не исключение. Здорово, что у Джинни можно менять ноги на хвост и наоборот. Собственно, они и сидят у меня рядом. На том же Камиконе 2015 года была также представлена виниловая фигурка Нефер Даниил. Буйорк, Буйорк. Как по мне, это настоящая архитектурная композиция. Стоит Неферочка так грациозно, словно памятник. Ну, на то она и есть, Нефер Даниил. Даже пирамидка в ее руке кажется такой крошечной по сравнению с головой куклы. И мы, наконец-то, перешли с вами к Камиконовским эксклюзивам 2016 года. Глядя на двойной пэк Робекки Стим и ее папы Хексикая Стима, мы словно окунаемся с вами в мастерскую Хексикая. Все настолько детализировано и интересно сделано, что даже шестеренка на коробке крутится. Робекка – красавица, вся в бронде. Серебряная Фрэнки, наверное, молча завидует скинтону Робекки. Ну, а Хексикай – масштабный мужчина с супер рукой и молдированными гольфами. Еее, каеф. Дополнительной куклой на Камиконе в 2016 году стала Фрэнкиштейн Гоустбастерс. Ее выпуск приурочен к фильму «Охотники за привидениями» 2016 года. Куколка получилась очень мило-симпатяшкой и, честно говоря, так сильно я полюбила ее только после обзора и долгого рассмотрения. Также в линейке кукол Монстр Хай вышли делюксовые варианты, которые являются а-ля Камиконами, но не Камиконами. Но так как это эксклюзивы, было бы правильно их показать. И первая куколка – это делюксовая винтажная Дракулаура. В комплекте с ней идет зонтик, а на куколке превосходное платье – бабочка. Столько красивых вещичек, что хочется смотреть на нее и смотреть, не отрывая глаз. Выпуск того года – скелита Калаверас. Она одета в традиционный мексиканский наряд. Глядя на куколку, хочется танцевать и веселиться. Что не скажешь про Дракулауру? На голове яркий кокошник. Основной элемент – это цветы. Третьей куклой-эксклюзивом стала многими любимая Зомби Гага, которая, подобно Кэти Нуару в 2013 году, вызвала в 2016 настоящий взрыв и восторг у фанатов Монстр Хай. Зомби Гага была создана как символ победы и доброты, чтобы привить храбрость, помочь построить мир, в котором молодые люди понимают свои различия и могут жить в одном мире, несмотря на то, что мы все такие разные. Кукла была разработана сестрой Леди Гаги, Натали Джерманотой, и вдохновлена одним из знаковых образов Леди Гаги – Зомби Бой в ее музыкальном видео Born This Way. Четвертая делюксовая кукла пока в разработке у Маттел. Это Эбби Боминейбл, которая была представлена на Той Фейр в США. Кукла будет выпущена со своим питомцем, что является огромной радостью для фанатов Монстр Хай. Эбби будет выпущена в сентябре 2017 года. На мой взгляд, кукла очень навороченная в хорошем смысле. У нее много меха, который очень подходит героине. А по волосам кукла мне напоминает коллекцию Electrified. Также мне будет очень интересно увидеть куклу в коробке. Ну и, наконец, пятый делюксовый выпуск, о котором я вам говорила в одном из предыдущих видео. Это Сет с Клео Данил и Гулией Йелпс. Набор является эксклюзивом интернет-магазина Мотел Шоп, наподобие Фенигана Вейка, за которого проголосовала большая часть лаверов. Сет можно начинать ловить 19 июля 2017 года в интернет-магазине, как раз в день открытия Комикона в Сан-Диего в США. Эксклюзивы 2017 года, скорее всего, со старой рисовкой. А многие аксессуары кукол, к сожалению, повторяются. Ну как же без этого? Тем не менее, такие детализированные аутфиты и, наконец, куклы, очень похожие на куколок Дори Будо. А это, конечно же, огромный плюс. С Монстр Хай мы разобрались, а теперь перейдем к эверяшкам. На данный момент от этого бренда представлено три комиконовских куклы. Никаких делюксовых пока что нет. Самой первой представительницей на Комиконе была Сирис Вульф в 2014 году. Когда я ее достала из коробки для рубрики «100 кило кукол», она меня просто поразила своим огромным плащом. А сам образ Сирис Вульф немного мрачноватый, что лишь плюс к ее облику волчицы. У нее необычный макияж с полосками на щеках, на губах видны клыки. Волчья маска на голове сделана из пластмассы и пришита к капюшону мантии. Именно эта деталь придает образу Сирис Вульф особый шарм и сходство с шаманами. Одета куколка в длинный красный плащ с пушистой опушкой, асимметричный топ с подолом красного цвета с черным кружевом поверх, и брюки в черно-красную сетку. На ногах массивные коричневые сапоги с волчьими головами. Второй куклой на Комиконе была Рейвен Квинн 2015 года, и она в образе злой королевы. Именно так Рейвен бы выглядела, если она приняла бы сказочную судьбу и пошла бы по стопам своей матери. В любом случае, ей очень идет быть злой королевой, и она стала бы самым красивым персонажем сказки о Белоснежке. Девушка выглядит величественно и устрашающе. Что клево в этом выпуске, так это прошитые ресницы у Рейвен. Я заметила, что и виражкам они очень уж идут. Черное изящное платье-русалка, покрытое сверкающими прекрасными узорами, полупрозрачные длинные рукава, словно сотканные из черных вороньих перьев, массивное серебряное украшение с птичьим черепком, огромный воротник из серебра и черных и фиолетовых перьев. А в руке злая королева держит жуткое яблочко, то самое, которым она отравит Белоснежку. И, наконец, третья эксклюзивная кукла Эвер Афтер Хай Сан-Диего Комикон Интернешнл 2016 марионетка Сидер или Кедр Вуд. Она выполнена как самая настоящая марионетка с новым типом шарниров. Ручки и ноги марионетки болтаются. Если смотреть на куклу в профиль, видно, что нос у куклы очень длинный. Рот на самом деле не закрывается, но его можно сильно придавить к лицу куклы, и он будет выглядеть закрытым. Уши и нос – это часть куклы, и снять их никак нельзя, разве что отрезать чем-нибудь острым. Но делать это я вам не советую. Маленькому игроку очень легко будет сломать куколку, поэтому Сидер предназначена для взрослого коллекционера. Такс, ну а теперь пару слов о заставке. Наверное, многие все видео внимательно слушали и все гадали, зачем же мне столько Фрэнкештейн, черно-белых, Комикона, самого первого. У многих 100% пролетел в голове вопрос, зачем столько денег тратить, взрослые же, и что-то в этом роде. Так вот, наконец, вам поясняю. Это куклы магазина Belvix.com, которые очень ждут своих хозяек и хозяинов. Собственно, вот, ответ дан. А теперь я предлагаю вам сыграть в такую некую игру. Давайте соберем 100 тысяч лайков под этим видео, и тогда я разыграю Фрэнкештейн черно-белую. Правда, что-то мне сдается, что мы такую сумму не наберем. Обидно. Но вы все равно постарайтесь. Обзоры на многих комиконовских эксклюзивов вы можете с легкостью посмотреть на моем канале. А если вам будет интересно увидеть мою коллекцию Ever After High, напишите в комментарии. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. И нажимайте на колокольчик обязательно, чтобы не пропустить конкурсы, топы, обзоры и другие видео на моем канале. Также по кликабельным ссылкам в конце видео вы можете с легкостью перейти на интересные мои рубрики. Так что обязательно посмотрите до конца. Подписывайтесь на наши соцсети и участвуйте в гивавеях. Всех вас очень-очень люблю. Be cool and crazy. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok